Модно быть добрым, участвовать в благотворительности и быть социально ориентированными. Сейчас важные условия для предпринимателей. Как бизнесу помогать, при этом не теряя, рассказали в фонде «Траектория надежды». Благотворители провели день открытых дверей. В ходе встречи организация не только поделилась информацией о своих программах и о политике прозрачности фонда, но и на примере нескольких удачных кейсов объяснила, чем полезно сотрудничество для представителей предпринимательского сообщества. Опыт успешных акций у «Траектории надежды» исчисляется десятками. Среди партнеров как крупные предприятия, так и самозанятые, например, кондитеры, что помогают закрывать сборы больным детям, отчисляя небольшой процент с прибыли. Блин добра, фудхол Гулякин, помогли за три месяца закрыть многим деткам, мы выбрали всех детей, равномерно распределять сумму перечислений, которая шла. То есть это что? Изготавливали блин, за минусом себестоимости при продаже, остальная прибыль переходит в благотворительный фонд «Траектория надежды». Раз в две недели эти перечисления осуществлялись. Поддержать работу фонда и помочь его подопечным может каждая организация. Имеет значение и даже малое, на первый взгляд, участие. Например, помощь в доставке продуктов пенсионерам, предоставление своей продукции для нуждающихся, проведение благотворительных мастер-классов и уроков и множество других вариантов. Бизнес, благодаря участию в таких акциях, не только развивает личные бренды и привлекает новую аудиторию, но и получает возможность претендовать на налоговые льготы. «Траектория надежды» реализует 12 социальных программ. В их числе помощь пенсионерам, поддержка многодетных семей и детей с особенными потребностями, работа с бездомными животными, сохранение окружающей среды и многое другое. Это могут быть меры поддержки наших инвалидов, людей с ограниченными другими возможностями. То есть рассказать нашим сургутянам о том, что и здесь они могут найти поддержку у наших некоммерческих организаций. У них есть и возможности, у них есть опыт, у них есть ресурсы. И мы всегда рассчитываем на поддержку наших некоммерческих организаций в работе на благо наших сургутян.